Добрый день! Сегодня обсудим что стоит купить на рынке кофе-машин. Как по мне позиция номер один в любом рейтинге DeLonghi Ecam 22110 Magnifico S. Кофе-машинка сделает вам и вкусный кофе, то есть не максимального конечно качества, но достаточно нормальный. И при этом выглядит очень симпатично. В принципе по рейтингам продаж так и есть. Цена 11000 гривен, то есть машинка недорогая и при этом делает качественный кофе. Молоко можно взбивать понарелкой, то есть если у вас сумма около 10000 гривен, рекомендую именно эту модельку. Потом следующий вариантик в ценовом диапазоне 14500. По сути то же самое, только добавляется экран и стаканчик для капучино. То есть если вы хотите автокапучино, рекомендую эту модельку, от предыдущей чем не отличается. Делает достаточно неплохой кофе и возможность капучино приготовления одной кнопкой. Следующий вариант него на кофе романтика. Это выбор для ценителей вкусного кофе. Цена недорогая, то есть 10000 гривен. Кофе сделает вкуснее, чем Девонгик однозначно. Вот, но внешний дизайн конечно немного странный, назовем его так. Сейчас дойдем до изображения кофемашинки. Вот так она выглядит. Честно говоря, дизайн не симпатичный, назовем его так. Вот, но внутри этого кофе аппарата находится заварной блок компании Невона, ферменный. Он разработан для всего модельного ряда и делает очень вкусный американо эспрессо. То есть машинка выглядит не интересно, скажем так, но тут главный упор именно в качестве кофе. Если вы покупаете кофе дорогое, эта машинка сможет сделать вам его и показать все оттенки любого сорта кофе. То есть это выбор, ценители кофе. Ну, конечно, дизайн на сдачу, но цена небольшая. Следующий вариантик. Вот, цена 15600. То есть, по сути, это как улучшенная версия вот той Невоны. Мелита Невона делает один завод. Вот, внутренности приблизительно те же самые. Качество кофе тоже очень высокое. делает кофе аппарат. Цена 15600. То есть, та машинка 10, это 15600. По сути, одно и то же. Но здесь уже сделан порно дизайн. То есть, если вы хотите вкусный кофе и кофе аппарат с очень симпатичным дизайном, рекомендую этот. кофемашинки из разряда Seiko. Seiko Lyrica. Этот бренд у нас очень популярен, потому что это достаточно надежные кофемашины. Я бы сказал, очень надежные и недорогие в ремонте. Но современная Seiko это удешевленный вариант машин предыдущего поколения, скажем так. Цена очень бюджетная, но кофе аппарат, честно говоря, делает кофе такой средненький, даже, я бы сказал, плохой. То есть, здесь сделан упором на надежность. Если вы хотите надежную кофемашину, но вкус кофе по сути вам не интересен, тогда это ваш выбор. Если хочется, допустим, Seiko, которая делает кофе хорошего качества, это теперь называется кофемашиной Gadget. То есть, Seiko купил Philips, Philips удешевил эти машинки. Ну, то есть, Seiko фирменные и Philips. И теперь они, честно говоря, делают упор больше на заработок для компании, а не на вкус кофе. А Seiko, который мы знаем, который лет 10 уже, теперь называется Gadget. Это Seiko Intuit, кофемашинка, конструкции которой порядка 10 лет. Нынешняя цена ее 10000 гривен, делает достаточно неплохой кофе, надежная, простая кофемашинка. То есть, если вы хотите именно старый Seiko, вам бы следует брать кофемашинки компании Gadget. Вот, еще такой вариант, Gadget Brera, тоже как улучшенный вариант кофемашинки. То, что мы смотрели только что, только здесь добавлен упор в дизайн. То есть, кофемашинка посимпатичнее. Вот, внутренности тоже те же самые. И это классическая Seiko, то есть, вкусный кофе, надежная конструкция. Вот, это Seiko Incanto HD 8916. Вот, симпатичная кофемашинка. Теперь она тоже называется по-новому Gadget. Вот, симпатичная, хромированный корпус. То есть, если вы хотите Seiko, классическая, с возможностью автокапучино. Вот, теперь эта моделька отвечает за это место в линейке. Вот, а это Seiko Viena. То есть, если вы вообще любите надежные кофемашины, и вам, в принципе, не интересен вкус кофе. Главное, чтобы не ломалась и работала бесконечно. Это тоже возможно. Gadget Synchrony Logic. Даже сейчас можно купить новую. То есть, это та Viena, которую все знают. Можно купить даже новую. Или вот еще линейка в модельке Gadget. Cardona Style называется. По сути, это Seiko Intel. То есть, машинка среднего уровня. То есть, делает неплохой кофе. Симпатичный дизайн. Вот, уже Gadget переработала немножко корпус. То есть, уже современная панелька с возможностью приготовления разных напитков одним нажатием кнопки. Вот, тоже рекомендую эту модельку. В принципе, вот, обзор моделей кофемашин среднего ценового диапазона на рынке Украины. То есть, чтоб я советовал. Если вам важен дизайн, это все-таки DeLonghi Magnifica S. Если вы любите вкусный кофе, это Nevo на 520. Если вам нужна надежная кофемашина, что-нибудь с линейки Gadget. Вот. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok